Good evening and welcome to the new video in our series of videos about things that things do to things that other things do things to. Что-то я там пропустил. Что-то оно нескладно получилось. Перемотайте, попробуйте понять, что я сказал, но я не планировал, поэтому если смысла в нем нет, то нет. Но сначала нужно его расшифровать. 50% вероятность. Я потом тоже переслушаю, что я сказал. Вроде не сошлось. Но сегодня у нас все сойдется. И предложение наше звучит именно так. Buffalo, 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 Buffalo. Это вот это предложение. У нас сегодня два предложения по цене одного. А второе предложение звучит так. Buffalo, 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 Buffalo. Давайте разберем вот это. Они очень похожи. И, кстати, это предложение грамматически идентично прошлому. Поэтому это видео я постараюсь уложиться вообще. Ладно, все равно полчаса получится, пока я вам расскажу все свои небылицы. Но, тем не менее, если вы можете найти прошлое видео про пол-ис, 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 пол-ис. Но все части речи, кто где, то есть все слова, все очень похожи. Поэтому не будем, как бы я не буду там стараться вас запутать, притвориться, что я не знаю, никогда его раньше не видел. Мы его раньше видели, мы разбирали. То есть представим себе, что это просто закрепительное такое предложение. То есть у нас было там пол-ис, пол-ис, да, что-то там город-пол-ис, так и мы точно не узнали, но вроде как город в Польше. Потом было такое, что они как будто там над кем-то там, в общем, у одного и того же слова были разные варианты, но один из них был именно название города. Что мы видим и здесь? С большой буквы, баффл, то есть опять у нас интонация на помощь нам прийти не может. Поэтому придется вот грамматически выкручиться. Вот название с большой буквы, мы уже как бы давайте догадаемся, что это город. Вот он еще раз с большой буквы. И здесь он в самом начале предложения тоже, давайте я так немножко так как бы скажу. Ой, ребят, вы не знаете с какой буквы, но потом признаюсь, что я знаю. И давайте скажем, что это тоже оно. То есть вот у нас город Баффало. Еще раз город Баффало. И еще раз город Баффало. Давайте мы его сразу заменим на какой-то другой город, то есть будем потихонечку. Или попробуем раз... Да ладно, что, логика и что к чему в прошлом было. Так что сразу в бой. Если что, пусть будет самое короткое видео. Давайте назовем его Шикаго, Шикаго... Чикэйдж, Чикэйдж. Получилось Чикэйдж. Шикаго, Чикаго, Шикаго... Шикаго, Шикаго... Я его уже не могу произносить без... Без как... Ну, слова песни. Че я полез в первое? Я же во втором. Я же... Я же... А не хватит... Затов, Затов не хватит. Шикаго, Баффало, Чик... Ладно. Видите, как будто специально сопротивляюсь тому, чтобы не уложиться там в 10 минут. То есть просто Баффало оставим, потом с ним сравним. А вот Шикаго, Шикаго, Шикаго... И здесь тоже напишем Шикаго. Значит, сразу у нас... Значит, Чикаго как город. Значит, явно, что это it. То есть должно оно что-то does или did, как в прошлый раз. Договоримся, что подозревать никаких глаголов здесь в неправильности мы не будем. То есть если глаголы правильные, то должно быть с. В конце, да? То есть Chicago does. Ну и там в данном случае Chicago's. Ну, точнее, Баффало, Баффалоуз. То есть у нас его вообще нигде нет. Нет, значит, мы можем почти смело предположить, что Шикаго у нас не подлежащее. То есть это было исключительно дедуктивным методом. Это не то, что... Ну, то есть правильно, да? Потому что нет нигде с. И мы знаем точно, что это не неправильный глагол. То есть он, который мог выглядеть странно, как бы ему правило не писано. То есть если правило писанное, в прошлом времени он будет Баффало-д. А в настоящем времени, если Chicago это это, то оно будет Баффало-з. То есть ни того, ни другого у нас нет. Значит, у нас должно быть где-то множественное число для подлежащего. Значит, давайте, Чикаго что-то, да? Чикагское что-то. Опять Чикагское. Что-то не подходит, да? Опять вот здесь Баффало-Баффало-Баффало. Чикаго-Баффало. В общем, я сам запутался. Давайте теперь заменим. Короче, так. Баффало. Ну, Буффало, да? Такие бычки большие, крупные такие бычки. И в чем фокус? Как же, так как и в прошлом видео, Пол-Ис. У него есть множественное число. То есть Пол-Ис-Ду. Полиция делает. Будет имеется в виду Полиции делаю. Ну, так принято грамматически. То же самое у нас с Баффало. Множественное число от Баффало будет Баффало. То есть один Баффало будет А-Баффало. Много Баффало будет Баффало. Поэтому мы их заменим, давайте, на других бычков. Ну, то есть такая вот получилась комбинация. Chicago Bulls, Chicago Bulls, Баффало. Баффало, Chicago Bulls, да? То есть, смотрите, чикагские бычки. Давайте здесь мы добавим. Которых другие чикагские бычки бычкуют. Да, то есть давайте здесь мы поменяем на что? На булли, на обижают, обхулиганивают. Какое слово напишем? Я так думал без подготовки. Как всегда. Давай быстрее, быстрее думай. Мозг, мозг, мозг. Chicago Bulls, да? Chicago Bulls. Булли. Но я тоже, оно недостаточно далеко от него. Ну, то есть похожее слово просто. Chicago Bulls, да? Chicago Bulls. Давайте выучим новое слово. Harass. Harass – это вот, ну, часто, если там сказать sexual harassment, то есть сексуальное домогательство. Но harassment – это недомогательство. Это когда вы кого-то достаете. Даже не достаете, а причиняете им какие-то… То есть специально к ним до… Вместо домогательства другое слово с похожей приставки. То есть до чего-то там тельства. Или даже за чего-то там. Даже за что-то делывать. Ну, вы понимаете, как бы главные слова в русском языке, я думаю, все знают главных три слова. Вот корень одного из этих главных трех слов и за что-то. Вот это и будет harass. Ну, естественно, оно будет вполне приличное. То есть harass. Ладно, давайте, чтобы я время не тянул ваше драгоценное и мое время спать. Вот я так вам сейчас сделал. То есть Chicago Bulls, that other… Да, Chicago Bulls, которых… Которые здесь пока нам не ясно, но… Которые другие Chicago Bulls, да, чикагские бычки, harass, да? Они к ним дохарасиваются. Тоже дохарасиваются. Ну, не дохарасивают, а захарасивают других чикагских… Да что такое чикаг… Одно не почувствует. Ну, хватит чикагских бычков. Значит, Chicago Bulls. Где-то я это слышал раньше, не помню где. По отдельной… Ну, как в «Шикаго был», «Бычков видел». Ну, что-то очень знакомое в этой фразе. Chicago Bulls, that other Chicago Bulls harass, also harass other Chicago Bulls. То есть, где у нас будет… Давайте, глагол, да? Уже теперь, вот, уже имея вот это, разберем это, как мы разбираем их вот там в YouTube комментарии, вот и прочее. Значит, где у нас глагол? Глагол здесь – harass, и здесь – harass. Значит, давайте возьмем за это. Кто harass? Тихо. Bulls harass, да? Да, «бычки дохарасиваются», точнее, которые чикагские… Чикагские, так. Чикагские бычки, да? Вот у нас подлежащие. Которых другие чикагские бычки харасят. То есть, это глагол – harass, да? Тоже харасят других чикагских бычков. То есть, здесь кого, чего, просто из-за того, что оно в конце. То есть, если, например, мы скажем Bulls… Bulls, bully, Bulls… То в русском языке у нас вот это слово изменится на пассивный там залог, на кого, чего, бычков. Да, если же… Кстати, в английском тоже изменится, если будут местоимения. Например, ну не все местоимения, но он, она точно. То есть, her – ее, и him – его. Кроме местоимений, по-моему, что-то я не могу припомнить, что бы еще изменялось. То есть, обычно ничего не изменяется, будет просто позиция его в предложении. То есть, вот это делает что-то вот с вот этим. Как-то там… То есть, оно может длиннющее быть там. Делает и так, и сяк делает, и то делает. И вот это еще забыл, попробуем сделать. Но, в принципе, вот схема будет всегда одинаковая. Значит, Chicago Bulls that other Chicago Bulls harass also harass other Chicago Bulls. Значит, Buffalo, Buffalo. Да, вот эта часть. Это вот это. Buffalo, Buffalo, Chicago Bulls. Buffalo, 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 которых… Buffalo, 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 да, то есть, другие бафалы, другие бафальские бафалы бафалят. Ну, вот так скажем, просто как бы слово… То есть, Buffalo – это устаревшее слово, вот именно bully, да, там, хулиганить, ущемлять. Вот в школе, да, там, малый попрыгай, мелочь. Вот это вот bullies. Они те, кто… Ну, хулиганы, но как бы не только хулиганы, именно хулиганы, которые обижают людей. Людей, значит, Buffalo, Buffalo, которых другие бафальские бафалы бафалят, тоже бафало других бафальских бафалов. Да, то есть, Chicago Bulls that other Chicago Bulls harass also harass other Chicago Bulls. И все. Ой, не уложился я в 10 минут, ну и ладно, ничего страшного. 13. Давайте еще потяну резину, чтобы 13 цифрой не получилось. Не, не надо тянуть резину. Спасибо большое за внимание. Напишите, если вы слышали такое выражение «Chicago Bulls». Мне кажется, это какая-то крылатая фраза. Пока-пока.